Ну а мы готовы раскрыть эту тему у нас в студии. У нас в гостях Эдуард Калинин, генеральный директор компании Интерсвязь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Эдуард Олегович, мы вот только что посмотрели все вместе сюжет, и хочется все-таки подробнее уже углубиться в эту тему. Вот те самые умные остановки у нас в Челябинске. Планируется ли еще? Сколько их будет? Ну и вообще по региону их как-то поставят или только в Челябинске? Мы поставили первую умную остановку в Челябинске в рамках пилотного проекта для того, чтобы отработать технологии, понять, где какие подводные камни, как люди реагируют на информацию, которая туда вводится. Теперь мы надеемся, что наш опыт будет использован при подготовке конкурса. То есть дальше будет, как у нас по закону полагается, объявлен конкурс открытый, и мы надеемся, что мы в нем победим, и будем устанавливать подобные умные остановки дальше по Челябинску. Сколько нам их ждать вообще? 50, 10, 100? Да, сколько их будет. А вот узнаем, какие условия нам поставят в конкурсе. А, понятно. То есть еще не ясно точно. А вот Аня спросила правильный вопрос. Все-таки если не только в Челябинске, наверное, есть эти остановки, да? Да, но мы в России одни из первых. О, вот так вот, то есть. Ну, Челябинск вообще очень продвинутый в формате, в плане IT-город. Мы сегодня об этом тоже уже сказали, действительно. А вот мне знаете, что интересно, там на остановках есть у вас видеокамеры, правильно? Первое самое видео, наверное, было очень смешное, когда люди просто мимо проходили, да, и боялись, наверное, этой камеры, а потом так потихонечку нажимали на кнопки. Или как реакция вообще была? Вообще реакция людей всегда интересная. Самая непосредственная реакция, это вот, наверное, это такой позитивный момент в нашей такой технической жизни, скажем. Вот. Сначала действительно, то есть сначала никто не понимал, что это такое, вот, и потом постепенно, то есть обычно же люди по нескольку раз бывают в одном и том же месте, да? Да, да, да. Вот, и все постепенно она, так сказать, включилась в привычные действия, да? А представляете, если еще голосовой помощник появится, то есть привет пассажиры, что тебе будет говорить. Не проходите мимо. Кстати, да, про нововведения. Какими еще функциями будут оснащены остановки со временем? Будет что-то добавляться? Да, да. Интерактивную карту с возможностью подобрать себе маршрут и понять, значит, какими средствами транспорта удобнее и быстрее воспользоваться, да, с учетом того, где, какие, так сказать, транспортные единицы в данный момент находятся, когда они подъедут и так далее. А, ну, сейчас уже это признак времени такой, это Wi-Fi. Обязательно, обязательно. То, что очень сильно нужно, да, действительно. А видеонаблюдение, то есть это обеспечение общественной безопасности и плюс еще наблюдение за потоком транспорта. Какие? Приходят, да, маршрутные? Да, ну, и мы же знаем, у нас в Челябинске есть такая замечательная проблема, что есть так называемые нелегальные перевозчики. Так. Вот, такие умные остановки позволяют следить за тем, что они реально есть или их нет. Ага, вот оно что даже вот. Ну что же, отлично. Еще очень коротко хочется услышать все-таки. Вот у нас очень много всего умного появляется. Умные остановки, умные парковки. И еще что-то будет умное в этом плане? Да, умные парковки. У нас уже этот проект развивается больше года. Этот проект основан на технологии машинного зрения. Когда ставится обзорная камера, которая видит... Где есть пустые места, да? Видит сначала всю парковку, картинку на парковке. И затем при помощи технологии машинного зрения определяет, на каких местах уже автомобили стоят, а какие свободные. И достаточно легко, оказывается, после обучения вот этого искусственного интеллекта, посчитать, сколько есть мест. Свободных. И прямо показать. Смотришь на картинки в приложении и видишь, куда нужно подъехать. Потому что уже легко сориентироваться, где есть свободное место. Больше того, приложение сейчас будет позволять отслеживать состояние парковки. Грубо говоря, можно поставить галочку и... Тебе будут приходить сообщения. О том, что место освободилось. Боже мой, фантастика просто. Спасибо вам огромное за такие технологии, за то, что вы их вводите. Ну что же, за такую прекрасную беседу мы благодарим нашего гостя. У нас сегодня был Эдуард Калинин, генеральный директор компании «Интерсвязь». Но прямо сейчас пора подкрепиться. Рубрика «Хозяйки на заметку». Будем готовить индийский рис с курицей.